МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире городская среда. Трудовые права, нарушение этих прав, ответственность работодателей. Об этом поговорим в нашем сегодняшнем эфире. У нас в студии начальник отдела в городе Альминьки, главный государственный инспектор труда в Республике Татарстан Федаиль Рурикович Хайренасов. Здравствуйте! Добрый день! Для начала предлагаю познакомить телезрителей с основными направлениями деятельности трудовой инспекции. Давайте посмотрим сюжет. Государственную инспекцию труда называют защитником трудовых прав граждан. Инспекторы по труду контролируют соблюдение Трудового кодекса Российской Федерации на предприятиях. Они приходят к работодателям в плановом порядке либо по жалобе и проверяют, чтобы сотрудники были правильно оформлены, получали заработную плату дважды в месяц без задержек и конвертов, чтобы соблюдались нормы по охране труда и техники безопасности. Конечно, самое главное в их работе – это знание трудового права и опыт работы в юриспруденции. Но есть вещи, которые имеют огромное значение – это коммуникативные навыки и стрессоустойчивость. Так считает Лилия Темникова. Два года подряд она становится лучшей по профессии в системе Федеральной инспекции труда. Это всероссийский конкурс. В 2018 году у трудовой инспекции стало больше оснований для проверок. Поправки в статье 320 Трудового кодекса России позволили инспекторам приходить с проверками в компании, не согласовывая это с прокуратурой, как делали ранее. Теперь для проведения проверки достаточно только заявления от работника. Стоит отметить, что все больше граждан пользуются официальным сайтом Роструда и направляют свои заявления на портал онлайн-инспекция РФ. Либо на сайт Государственной инспекции труда в Татарстане доля полученных обращений через сайт составила 23% от общего количества поступивших. Итак, Федерий Рюрикович, с чем связаны наиболее частые обращения в Трудовую инспекцию? С чем к вам приходят? Ну, наверное, само наименование инспекции говорит о том, что к нам исключительно приходят по поводу нарушения трудовых прав. Что под собой подразумевает вот это понятие? Во-первых, несвоевременно начисляет и выплачивает заработную плату. Неофициально оформляют на работу, используют личный труд человека. И потом самым бессовестным образом человека, скажем так, оставляют без средств к содержанию себя, семьи, детей. Далее еще моменты, связанные бывают с тем, что человек отработал, либо какая-то конфликтная ситуация происходит в коллективе, и ему по надуманным причинам не отдают трудовую книжку, не выплачивают полагающейся работнику компенсационные выплаты, гарантийные выплаты. Далее, не предоставляют дополнительные ежегодные отпуска. В карте специальной оценки по условиям труда, строке 40-й, в обязательном порядке прописываются все те меры защиты здоровья и работника, которые должны быть выполнены со стороны работодателя, чтобы наши работники возвращались домой живыми и здоровыми к своим семьям. Какова статистика несчастных случаев на производстве в этом году, и как инспекции участвуют в расследовании таких случаев? Если брать вот те 17 муниципальных районов, которые обслуживают отделы в городе Альметьевск, у нас получается 24 несчастных случая со смертельным исходом. Из них 11 только случаев являются связаны с производствами. Здесь еще тоже нужно будет пояснить уважаемым телезрителям, что несчастными случаями, не связанными с производством, комиссия, созданная работодателем, признает те случаи, ввиду которых работник умер вследствие, скажем так, общего заболевания, либо у него сердце болело. Но при всем при этом, как бы, вторая причина, тоже заболевание, заболевание или человек, работник находился в состоянии алкогольного, наркотического, скажем, тактического опьянения. Третий случай, он связан с совершением уголовного наказуемого деяния, которое, скажем так, нам уже заключение, постановление, решение дает следственные органы. Что касается несчастных случаев, которые зарегистрированы непосредственно на самом Альметьевске, мы вот имеем по итогам года 4 несмертельных случаев, которые признаны комиссионно, связанные с производством. Первый несчастный случай у нас произошел в Общество с ограниченной ответственностью промышленно-монтажной компании, они занимаются общестроительными работами, и несчастный случай у них произошел на объекте, расположенном в Пензенской области. Далее второй случай мы имеем в Общество с ограниченной ответственности осад, там умер на своем рабочем месте работник, который занимался изготовлением, скажем так, деревянных изделий. В тот день он использовал циркулярную машину, работник был одет средства индивидуальной защиты, все было на нем. Он поставил на, скажем, платформу циркулярки данное, скажем, древесное изделие, доску, и начал, как бы, с ней осуществлять, скажем так, процесс. Она вот пошла-вышла, и на самом последнем этапе, на самом последнем этапе, получается, что там был сучок. Вроде бы, как бы, обычная вещь. Но вот этот деревянный сучок, он срывается, срывается, и прямо, как бы, прокалывая специальную одежду, попадает прямо в сердце. Третий случай у нас связан с электриком. Тоже со стороны работодателя все возможные инструктажи были проведены. Работа проводилась по наряд-допуску. Нет, человек именно самостоятельно принимает решение нарушить все возможные инструкции, и идет, и открывает деревцу со стороны электроостановки, где она не обесточена. И прямо тоже, как бы, на смерть. И четвертый случай у нас получился с работником, который ехал на автомобиле, это управляющая компанией ТАЦ «Спецтранспорт», и у него тоже, на самом деле, схватило сердце. Но если работодатель принял все необходимые меры, создал безопасные условия труда, но этих трагедий ему не было шансов у него избежать. Если даже со стороны работодателя были выполнены все условия, но согласно статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой ясно и четко прописано, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда при совершении, скажем так, технологических процессов, при эксплуатации оборудования, машин и всего остального. И если следовать по норме закона, то в любом случае работодатель виноват. Зачастую, как показывает практика, иногда, на самом деле, бывают такие случаи, что комиссия устанавливает, что на самом деле вины работодателя нет. А вот сам осадок, сам шлейф от того, что непосредственно у данного работодателя произошел тот или иной несчастный случай, он остается. Спасибо. И расскажите, пожалуйста, о планах на наступивший 2018 год. Будут ли какие-то перемены в принципах работы государственной инспекции? Вы говорили про плановые проверки. Как составляется график проведения? По плановым проверкам, по плановым проверкам, сейчас как бы в стране идет активная, скажем так, фаза реформы контрольно-надзорной деятельности, которая обозначена предприятие, которое отнесено к группе риска значительной, высокой. В этом году у нас по итогам того года было проведено на территории 17 муниципальных районов 5 плановых проверок. На этот год у нас запланировано проведение 41 плановой проверки. Спасибо за подробную инструкцию для работников и работодателей. успехов Вам в работе. Спасибо, что были сегодня с нами. И еще у меня со своей стороны есть пожелания, ввиду того, что у нас оканчивается, скажем-то, эфирное время. Я хочу пожелать от чистого сердца, от лица своих сотрудников, от себя лично, чтобы в 2018 году все наши близкие, мы работали в здоровых и безопасных условиях труда, своевременно получали заработную плату. И всегда нас не покидало чувство, что государственная инспекция труда всегда рядом и исполнит в полном объеме свои обязательства. Спасибо. Это была передача «Городская среда». Встретимся в эфире ровно через неделю. На сегодня у нас все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова